Эфир на телеканале Беларусь4 Гродно продолжает информационно-аналитическая программа «Тема в деталях». В студии для вас работает Алена Гизовская. Здравствуйте! В жаркие летние дни к своему здоровью необходимо относиться с особым вниманием. Об этом мы сегодня поговорим с врачом-терапевтом, заведующим отделением профилактики Гродненской центральной городской поликлиники Ниной Васильевной Коваленок. Здравствуйте! Здравствуйте! Для того, чтобы в жаркие летние дни чувствовать себя хорошо, в первую очередь мы знаем, важно обратить внимание на свое питание. Что вы рекомендуете употреблять в пищу и от чего, наоборот, лучше отказаться? В жаркие солнечные дни необходимо употреблять больше легкой пищи. Пища должна быть отварная. Это, предположительно, рыба, курица, может быть, овощи, фрукты в максимальном количестве. Отказаться необходимо от жареной, копченой, жирной пищи, также сладких блюд. И, естественно, необходимо отказаться в полном объеме от алкоголя и того же пива, потому что они не утоляют жажду, они, наоборот, провоцируют в организме усиление работы сердечно-сосудистой системы и, соответственно, приводят к перегреву организма. Если мы в обычные дни употребляем больше пищи в обед, то здесь обед – это обеденное время, это, как правило, жаркий период. Поэтому пища должна больше употребляться с утра и больше уже после овощей, фруктов кушать уже после 17 часов. Но в период жары до минимума свести употребление пищи. То есть это могут быть легкие фрукты, какие-то легкие блюда, та же отварная рыба. И это, в принципе, достаточно для организма. А если говорить о напитках, что лучше всего употреблять тоже в жаркие летние дни? Очень удобно и хорошо употреблять зеленый чай, чай с лимоном, слабоминерализированную или среднеминерализированную воду. В жаркие летние дни есть возможность получить солнечный и тепловой удар. Как этого избежать? Для того, чтобы избежать солнечного удара и теплового удара, необходимо до минимума свести посещение и прибытие на открытом воздухе, перед солнечными лучами, именно в пик солнечной активности. Это с 11 до 17 часов. Это первое. Если же нам необходимо выйти на улицу и пребывать на улице, значит, необходимо использовать солнцезащитные средства. Это первое. Одежда должна быть у нас легкая, из натуральных тканей. Тело должно свободно дышать, то есть не должно ничего у нас зажато быть, то есть она должна быть свободная, одежда. На голову обязательно должна быть или кепка, или широкополая шляпа, что-то должно быть обязательно еще и на голове. И, пребывая на улице, особенно детям и людям, страдающим какими-то хроническими заболеваниями, необходимо минут через 10-15 заходить в помещение, где работают кондиционеры, чтобы немножечко охладиться. Назовите признаки теплового и солнечного удара. Если все-таки это случилось, что делать, как оказывать первую помощь? Тепловой удар начинает проявляться, он не возникает внезапно. Первыми признаками являются слабость, жажда, затем появляется сердцебиение, гиперемия тела и уже потом начинается со стороны сознания, то есть вплоть до обморока и потери сознания может привести. Если человек находится в состоянии первых признаков, то есть у него появляется слабость, сердцебиение, головная боль, головокружение, если он в состоянии сам выйти, значит он должен выйти в более охлаждаемое помещение, уйти из солнечных лучей. Если же он этого сделать не может, значит он должен попросить помощи, если он в силах это сделать у окружающих, что ему плохо. И об этом человек должен говорить, что ему плохо, потому что не всегда заметит, не всегда обратит внимание. Но если человек просит о помощи, то всегда ему в этом помогут. И затем, если же мы столкнулись с ситуацией, что кто-то у нас попросил помощи и человек находится, перегрелся, значит человека нужно вывести из солнечных лучей, уложить в прохладном месте и начать охлаждать организм. Для этого достаточно намочить полотенце или любую салфетку, уложить на голову, на лобную часть и соответственно дать возможность человеку, если он может пить, значит дать ему жидкость, чтобы он пил. Жидкость не должна быть холодной и ледяной, она должна быть достаточно комнатной температуры. Потому что если мы пьем холодную жидкость, ледяную жидкость, это может проявляться затем острыми респираторными инфекциями, ангинами, потому что снижается местный иммунитет. И резкое охлаждение тоже не должно, но должно постепенно охлаждение организма быть. Если же человек находится в бессознательном состоянии, значит ему необходимо отдать наш отырный спирт. Обычно он везде в любых магазинах, везде он есть в наличии в аптечках. И затем, соответственно, вызвать скорую помощь. Это все первая помощь и при солнечном, и при тепловом ударе. Они в принципе практически одинаковые, что солнечный удар, что тепловой. Что касается загара, как правильно загорать? Какие правила вы рекомендуете соблюдать, чтобы пребывание на солнце приносило только положительные эмоции? Лето – это всегда хочется быть красивыми, хочется иметь красивую кожу. Поэтому все стремятся к тому, чтобы загорать. Плюс ко всему, и для здоровья загар тоже имеет, разумный загар имеет много положительного и много хорошего. Это и выработка серотонина, у нас повышается настроение. Это и выработка витамина D, когда у нас крепче зубы и кости. Но вместе с тем, если к загору относиться необдуманно, то можно получить очень много неприятностей. Первая неприятность – это онкология. Мы все прекрасно знаем, что масса людей имеют родимые пятна, имеют какие-то изменения на коже. И солнечные лучи, к сожалению, провоцируют эти все вещи. И онкология может иметь место. Второе, что к чему неправильный загар может привести – это старение кожи. Кожа начинает стареть, потому что уходит коллаген из кожи и появляются морщинки. Это характерно для людей, любителей загара. Также, чем опасен загар, загар опасен еще и тем, что, скажем, можно получить солнечный ожог, который тоже может иметь последствия. Солнечный ожог – это не просто может быть гипертермия, просто покраснение кожи, неприятные ощущения, потом кожа, скажем, сошла и все. Это легкие стадии. Солнечный ожог можно получить, если кожа чувствительна и в виде пузырей. То есть достаточно серьезные поражения, большие размеры повреждений, когда человек, пузыри тоже, если лопаются, могут инфицируются, могут потом иметь рубцы и последствия на коже достаточно неприятные. Вот чтобы этого всего страшного, что я сказала, не произошло, а мы получали то удовольствие прекрасное от погоды, это серотонин и витамин D и красивую кожу, необходимо правильно загорать. Как же это все-таки сделать? Во-первых, перед выходом на улицу необходимо использовать солнцезащитные крема. Это могут средства, правильно будет сказать, потому что они есть на сегодняшний день и в виде кремов, и в виде спреев, их огромное количество. Все зависит от того, насколько там имеется фактор защиты солнечной. Он может быть от 4 до 50. Как правильно выбрать? Да, на каждой упаковочке, на каждой упаковочке это все прописано. Продаются они даже в обычных косметологических, косметических магазинах. Правильный выбор будет заключаться, самый маленький, это от 4 до 10. Здесь мы его используем в повседневной жизни от 4 до 10, то есть когда нет солнечной активности. При солнечной активности и в летний период нужно использовать средства от 25, и я бы, наверное, посоветовала до 30, потому что уже 40-50, это уже больше характерно для соляриев, больше для более большой активности и не стоит настолько. То есть мы должны нанести солнцезащитное средство на кожу, причем мы должны раздеться и нанести это средство на всю поверхность тела. То есть не выборочно где-то, а на всю поверхность тела. Мы должны нанести средство за 20-30 минут до предполагаемого загара. Загорать необходимо в первой половине дня, то есть до солнечной активности, до 11 часов, или во второй половине дня, после 16, желательно даже после 17 часов дня. И начинать нужно с 15, ну максимум 20 минут. И затем увеличивать каждый день на 10 минут. В разумных пределах до 40 больше не стоит загорать. То есть загар должен быть постепенно, потому что меланин, он красив, но он выполняет защитную функцию клетки. Он защищает клетку от разрушения ультрафиолетовых лучей. И он формируется у нас в коже постепенно. Поэтому и загар, формирование меланина должно быть постепенным. Тогда загар будет красивый, ровный, правильный, и он не причинит нам вреда. А что делать, если солнечных ожогов все-таки избежать не удалось? Как спасаться? Значит, ну прежде всего, если мы видим, что мы обгорели, то есть это гипертермия кожи появляется. Значит, первое, что необходимо сделать, это охладить кожу. Кожу охладить можно просто водой, можно охладить кожу не ледяной водой. Я уже повторяюсь, чуть ниже комнатной температуры должна быть жидкость. Или с антисептиком должна быть наша, скажем так, жидкость, которой мы охлаждаем. Можно нанести пантенол. Это, скажем так, витамин группы А. Он специально для... он собладает такой пленочкой, покрывает кожу и не дает возможности инфицированию кожи и защищать, и улучшает регенерацию кожи. Собственно, это если просто была гипертермия. Нельзя наносить ни в коем случае никакие спиртосодержащие. Потому что что делает спирт? Он начинает быстро испараться. Он быстро испаряется и усугубит... сушит кожу и усугубляет ожог. Нельзя наносить никакие масла. Масла тоже сушат кожу. Поэтому этого ничего нельзя наносить. Кроме того, если мы наносим масло, значит, подсоединяется инфекция, частички прилипают к коже, и кожа может инфицироваться. Если мы обгорели до такой степени, что у нас образовались пузыри на коже, ни в коем случае нельзя пузыри прокалывать. Необходимо... можно наложить... если это небольшая поверхность, можно наложить салфетку антисептическую. Если же мы обгорели достаточно сильно, и даже если мы обгорели без пузырей, но у нас появились симптомы, такие как температура, как слабость, то, что я говорила, признаки солнечного удара или перегрева организма, необходимо обратиться за медицинской помощью. Ну и еще. Традиционно лето – это отпускная пора и время путешествий. Расскажите, что обязательно должно быть в аптечке туриста? В аптечке туриста, если он путешествует на территории Республики Беларусь, я бы советовала обойтись минимум, минимум лекарственных, скажем так, препаратов. Потому что медицинская помощь, она, скажем так, какой-то несчастный случай или еще у нас доступна. Поэтому всегда необходимо не упускать время, как бы нам не хотелось путешествовать дальше, отдыхать. И не ставить в неловкое положение тех, которые путешествуют вместе с нами, если возникла проблема, и она нерешаемая, острая проблема со здоровьем, необходимо обращаться за медицинской помощью. И, естественно, прекратить дальше путешествовать. Это что касается у нас на территории Республики Беларусь. Что же с собой необходимо взять в аптечку? В аптечку необходимо взять жаропонижающее средство, это может быть простой парацетамол, это может быть что-то из обезболивающего средства. И обязательно должен быть бинт, эластичный бинт, жгут, вата, чтобы можно было оказать неотложную помощь. И электронный градусник. Причем все это сложить необходимо в контейнер. Я бы посоветовала не косметичку мягкую, а взять контейнер для пищевых продуктов, в этот контейнер все сложить. Таким образом мы защитим, скажем так, лекарственные препараты, которые мы взяли, от каких-то намоканий, от воздействия того же солнечных лучей. Причем аптечка должна находиться, как и продукты, где-то в недоступном, не на солнце. То есть лекарственные препараты не должны находиться на солнце. И естественно человек должен иметь те препараты, которые необходимы ему для постоянного приема. Спасибо, Анина Васильевна, за такую познавательную беседу. Напомню, сегодня мы говорили о том, как в жаркие летние дни сохранить хорошее самочувствие и настроение. Запись эфира смотрите на нашем сайте tvgrodno.by. В студии работала Алена Гизовская. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова